Подперев руками голову, я углубился в историю французской революции и забыл всё на свете. Сзади меня потянули за пиджак, потом поцарапали ногтем по спине, потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищерений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул, потом сказали, дядя, что тебе, Лидочка, что ты делаешь? С маленькими детьми я принимаю всегда приглупый тон. Я читаю дитя моё о тактике жерандистов. Она долго смотрит на меня. А зачем? Ну, чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры. А зачем? Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом. Серым? Да, это патологический термин. А зачем? У неё дьявольское терпение своё. А зачем она может задавать тысячу раз? Лида, говори прямо, что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину. Женская непоследовательность. Она, вздыхая, говорит. Мне ничего не надо, я хочу посмотреть картинки. Ты, Лида, вздорная пустая женщина. Возьми журналы и беги в паническом страхе в горы. И потом я хочу сказку. Около её голубых глаз и светлых волос история революции бледнеет. У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи-ка лучше ты мне. Она карабкается на колени и целует меня в шею. Надоел ты мне, дядька, со своими сказками. Расскажи, да расскажи. Ну, слушай, ты про красную шапочку знаешь? Я делаю изумлённое лицо. Первый раз слышу. Ну, слушай, жила-была красная шапочка. Виноват. Ты не можешь указать точное её место жительства? Для уяснения при развитии фабулы. А зачем? Где она жила? Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает в этом, в Симферополе. Прекрасно. Я сгораю от любопытства слушать дальше. Взяла она маслице и лепёшечку и пошла через лес к бабушке. Состоял ли лес в частном владении или составлял казённую собственность? Чтобы отвязаться, она сухо бросает. Казённая. Шла, шла. Вдруг из леса волк. По латыни люпус. Что? Я спрашиваю, большой волк? Вот такой. И говорит ей. Она морщит нос и рычит. Красная шапочка. Куда ты идёшь? Лида. Это неправда. Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого жалкого дядьку. Она страдальски закусывает губу. Я больше не буду рассказывать сказки. Мне стыдно. Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик. А где он жил? Ехидна спрашивает она. Он жил у западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понёс в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчики спрашивают. Папаша, яблоки имеют лапки? Нет, милый. Ну, значит, я жабу слопал. Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающие впечатления. Ах! Съел жабу. Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай, я буду читать. Минут через двадцать знакомое дёрганье за пиджак, лёгкое царапание ногтем и шёпот. Дядя, я знаю сказку. Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звёздочки. И губки топырятся так смешно. Ну, ладно. И злей свою наболевшую душу. Сказка. Жила-была девочка. Взяла её мама в сад, где росли эти самые груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо. Вот девочка и спрашивает. Мама, груши имеют лапки? Нет, детка. Ну, значит, я курицу слопала. Лидка. Да ведь это же моя сказка. Дрожат восторга. Она машет на меня руками и кричит. Нет, моя, моя, моя. У тебя другая. Лида, ты знаешь, что это плагиат? Стыдись. Чтобы замять разговор, она просит. Покажи картинки. Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха? Найди. Я беру старый журнал, отыскиваю чудовища, изображающие гоголевского вия и язвительно преподношу его девочке. Вот твой жених. В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской. Хорошо. Теперь дай ты мне книгу. Я твоего жениха найду. Ты хочешь сказать, невесту? Ну, невесту. Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает, книгу перелистывает. Пойди сюда, дядя, неуверенно позывает она. Вот твоя невеста. Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы. Нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее. Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач. Лида, Лидочка, что с тобой? Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит. Я не могу найти для тебя страшную невесту. Пожав плечами, сажусь за революцию, углубляюсь в чтение. Тишина. Оглядываюсь. С непросохшими глазами Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня. Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстояние вершка от моей спины. И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы.